Прямо сейчас мы находимся в Антаке. Здесь землетрясение, как мы видим, по объемам примерно треть-четверть города вообще снесло полностью. Некоторые дома просто обрушены, абсолютно все. Вот сейчас при нас буквально двух человек уже мертвых людей достали из завалов. Местные жители говорят о том, что землетрясения каждый день продолжаются. И ситуация, конечно, здесь трудная. Но в целом, то, что мы видим, вокруг здесь стоят палатки от местного МЧС, от Афат. И ситуацию турки уже держат под контролем. Очень много спасателей из разных стран. Очень много продовольствия привозят. Люди, сами турки подключились со всех регионов Турции, приезжают сюда, чтобы помочь. И все вопросы с едой, с водой, с тем или иным нужным прямо сейчас здесь в Турции закрыты. Помощь где-то каким-то семьям нужна. Еще мы сейчас тоже привезли и продовольствие, и теплое одеяло. Сейчас потребности мы выясняем их конкретно по местам и понимаем, что именно это нужно здесь. И вот так реагируем. Это наш местный фонд, партнер здесь, в Турции. Они всю эту ситуацию разъясняют, видят, понимают, анализируют и конкретно реагируют на то, что необходимо сейчас. Но в целом в Турции, как мы видим, уже в нескольких городах мы были, то, что ситуацию примерно держат под контролем, все выравнивается. Что касается Сирии, мы уже несколько дней получаем оттуда новость о том, что там катастрофически тяжелая ситуация. Там помощи со всех стран нет, и местные жители, они сами по себе бедные, в принципе, и они даже чем могут помогают, но безусловно этого всего мало. И поэтому мы со средства, которые мы собираем на платформе Туба, мы их будем направлять именно на Сирию, потому что там сейчас трудная ситуация, и там сделать, в принципе, как бы местные и так далее, но не могут закрыть вопрос. Поэтому там нужна помощь очень серьезная, очень глобальная, и мы там будем участвовать. Спасибо.